Информационное агентство Хакасия Будь в курсе Мы очень рады тому, Надежда Сергеевна, что появилась такая возможность в ходе рабочего визита сегодня у нас И мы вам можем задать вопрос, очень актуальный для Хакасии вопрос Он очень актуален, потому что Хакасия пережила непростой год Вы это, наверное, тоже понимаете Это Республика по внешнему управлению государственных финансов В то же время у нас коммерческие кредиты нам заместили решовыми бюджетными У нас прошли выборы, как отмечают эксперты Самые скандальные в истории Хакасии у нас сменилось Вопрос какой возникает Как мы проживем следующий год Финансовый прогноз на следующий год Этим озабочено население Хакасии, поскольку принято решение оптимизировать бюджетные расходы И поэтому возникает вопрос об уровне бюджетной обеспеченности Хакасии на следующий год Изменился ли этот уровень, может быть, сравнить с регионами Сибирского федерального округа Чтобы мы понимали, в следующий год такой же сложный будет финансовое пламя Или чуть, ну или спокойно мы его проживем Ну, вы знаете, что, ну, во-первых, хочу сказать, что не совсем правильная формулировка, когда мы говорим о внешнем управлении финансовом Потому что, на самом деле, это совершенно другая методика, когда внешнее управление вводится То есть это должны вам прислать из федерального центра конкретных управляющих, которые будут распоряжаться бюджетом вашим И контролировать все статьи расхода А у нас введено казначейское сопровождение, так называемое То есть в данном случае это просто дополнительный контроль Когда наши органы исполнительной власти и финансисты, естественно, финансируют расходы Они и так это сами делают Но казначей еще раз дополнительно проверяют, нет ли задолженности по заработной плате Не финансируем ли бы какие другие статьи, кроме заработной платы Если вдруг у нас есть задолженность по ней Вот идет о чем речь, поэтому совершенно неправильно говорить, что наша республика поддает внешнее финансовое управление Это и мы говорим, это эксперты говорят, мы не сами по себе этот термин Ну, давайте мы не будем спорить, я просто вам говорю, как финансиста, о том, как это записано в бюджетном кодексе и прочих законодательных документах Второе, что касается бюджета республики Да, в этом году нам удалось, кстати говоря, ну, тому кабинету министров, который работал Исполняющим временные обязанности, развожаю Михаилу Владимировичу Я подключалась тоже к этим проблемам Нам удалось несколько выправить ситуацию в республиканском бюджете Потому что были договоренности с соответствующими структурами и конкретными лицами Которые внесли дополнительный ресурс в наш бюджет И сейчас, в конце года, вот буквально на днях мы получили еще дополнительно 1,2 млрд рублей В наш тоже бюджет, это все средства дотации на сбалансированность Это имеете в виду НДФЛ Худайнатова? Нет, ну, НДФЛ Худайнатова, да, это которые получили в течение года А я имею в виду вот сейчас 1,2 млрд, которые мы получили дополнительно из федерального бюджета Дотации на сбалансированность Всего распределялось 18,7 млрд рублей по регионам Из них 1,2 млрд это получила республика Хакасия Но вы знаете, что были сложности и с Черногорском и так далее Так что у нас, как бы, вот сейчас это дало возможность зарплаты рассчитаться Даже частично с ФОМСом То, что у нас долги были перед фондом обязательного медицинского страхования По неработающему населению Следующий год сформирован с напряжением Но, тем не менее, мы вошли в нормальные условия То есть у нас не превышается дефицит бюджета Хоть он составляет 2 млрд рублей Но, тем не менее, он не превышает норматив 10% У нас с вами нет превышения по госдолгу Это, конечно, в значительной степени помогло То, что реструктуризация бюджетных кредитов произошла, безусловно Было решение принято Вообще-то мы его сносили неоднократно Вот и депутаты И я, как представитель Союза финансистов России Мы эту тему постоянно будировали Но, тем не менее, прямое указание президента было И, соответственно, правительство, министерство финансов Приняли все меры к тому, чтобы реструктурировать этот долг И коммерчески преобразовать кредиты в бюджетные И в то же время рассосредоточить погашение бюджетных кредитов По годам, вы знаете, что на 7 лет И если мы будем выполнять то, что в соглашении у нас записано Возврат этих кредитов, то мы можем потом претендовать даже на 12 лет Рассрочку по ним Поэтому это очень большая помощь, которая была оказана Плюс вот эти вот миллиард 200, о которых я сказала дополнительно Поэтому, когда говорят, что вот смена власти Там федерация не будет помогать Ничего подобного Я вам хочу сказать, что еще в 96-м году У нас в министерстве финансов был создан департамент территориальных бюджетов Я его возглавляла И была поставлена задача формализовать абсолютно все межбюджетные трансферты То есть дотация на выравнивание бюджетного обеспечения, дотация на сбалансированность Субсидии, субвенции и так далее Все то, что в виде финансовой помощи с федерального бюджета идет на региональный и местный уровень Обязательно в порядке Да, и вот к 98-му году мы подготовили Вышло первое постановление правительства Концепция межбюджетных отношений Потом была, соответственно, концепция принята вот эта Из 98-го года практически у нас сформализованы все вот эти взаимоотношения Независимо от того, какая власть приходит Тем не менее, по формуле, исходя из 32 показателей, которые складываются по региону Вот эта финансовая поддержка осуществляется И в данном случае тоже вот эти миллиард 200 рублей, конечно, исходили из того, как сложилась ситуация со сбалансированностью регионального бюджета Кстати говоря, на следующий год, когда при формировании региональных бюджетов Мы учли в Государственной Думе ситуацию, когда у нас отменили налог на недвижимое имущество А это у нас порядка 390 миллионов рублей поступало в республиканский бюджет И мы замену эту произвели, вот 97 миллиардов рублей в целом распределили по Российской Федерации В том числе 387 миллионов, это наша, вот наша республика Которую вот сейчас должна уже получить Это будет возмещение тех выпадающих доходов, которые мы на будущий год недополучим по движимому имуществу Это по следующему году? По следующему году Но получим мы их в этом году, мы их специально распределили приложением к закону о бюджете на 2019-2021 год Так что наш бюджет входит в параметры бюджетного кодекса Конечно, мы предполагаем, что сложности с исполнением, безусловно, будут Потому что все-таки долги у нас еще остались переходящие Не только по кредитам, в том числе и коммерческим Но и перед пенсионным фондом, и перед фондом обязательного медицинского страхования Поэтому нам надо будет все равно продолжать У нас есть долги по коммунальным услугам, безусловно, перед топливоснабжающими организациями Эти вопросы надо тоже будет решать Сейчас пока эти ресурсы предусмотрены, достаточно ли их будет, мы не можем сказать Это когда уже станет известно? Вы знаете, обычно мы по первому кварталу смотрим, итоги первого квартала подводим Тем более, как правило, первый квартал, особенно январь месяц, он бывает малодоходный В основном предприятия тоже отпуска, вы знаете, у нас идут такие каникулы, можно сказать Поэтому по первому кварталу мы определяемся, как мы дальше будем жить Потом первые полугодия Первые полугодия, как правило, тоже заканчиваются достаточно сложно Потому что там большие расходы на отпускные, у нас, как правило, педагогический состав Учительский состав, да, учительский отпускает и так далее Поэтому, в принципе, мониторинг ведется постоянно, ежемесячно Но вот такие ключевые решения принимаются по итогам квартальных Первый квартал, полугодия, 9 месяцев и так далее А вы имеете возможность именно мониторинга? Мониторинг кто ведет? У вас есть такая вот разбивочка или результаты этого мониторинга? Мониторинг ведется на всех уровнях Вообще, в принципе, наше министерство финансов, наше министерство финансов, республиканское По каждому району, по каждому, в принципе, муниципальному образованию Есть такая у них информация То есть у вас есть оперативная информация? Да, у нас есть оперативная информация месячная, как складывается ситуация Есть квартальная, полугодовая и так далее И годовая вот будет сейчас, в апреле уже будет годовая, это на уровне федерации А у нас, конечно, это значительно раньше И, естественно, наше министерство финансов, республиканское Ослеживает ситуацию в районах и по расходным статьям, естественно, бюджета И там, где какие-то прорывные ситуации наступают, то бьют тревогу Либо сами включают свои какие-то мощности Если не хватает, значит, обращаются в федерацию за помощью Ясно Ну, вот еще тогда вопрос такой возникает Вы уже встречались с Валентином Олеговичем? Да, мы встречались И какие-то проблемы уже, вот, первоочередные уже Ну, мы встречались как раз накануне принятия в первом чтении бюджета Республиканского Обговаривают как раз вот эти вот направления, о которых мы с вами говорили И тогда еще не было окончательно верстки бюджета Потому что не были включены суммы из федерального бюджета по национальным проектам А это большие суммы Первоначально было это около 4 миллиардов рублей Сейчас я знаю, что вот наши защищают органы исполнительной власти с федерацией работают Сейчас уже эта сумма больше 7 миллиардов рублей Поэтому бюджет в этом плане наш будет наполняться доходами И, естественно, расходные статьи увеличиваются Потому что это в основном национальные проекты Это новые объекты и медицины, здравоохранения, образования, культуры Можно по объектам, все это уже сейчас сформируется Самое главное, я об этом тоже говорила на сессии Верховного Совета Что очень важно, чтобы наши региональные власти не упустили момент И своевременно заключили соглашения с федеральными органами власти Своевременно провели тендеры Но до 15 февраля все соглашения по нацпроектам должны быть уже подписаны С федеральными органами власти Ну, успеваем, уложимся в это Ну, я считаю, что задача поставлена И я думаю, что нам просто грех упустить эту возможность Потому что условия нацпроектов Ну, они просто, наверное, впервые за всю историю Даже на моей памяти, я всегда занимаюсь бюджетом Всегда 99% это средства федерального бюджета И только 1% это региональные Поэтому не воспользоваться этим просто будет непозволительно Ну, у нас, по-моему, только Министерство образования более-менее, да? Министерство образования, Министерство здравоохранения Да, 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 работает по объекту, да, все работают Но это основные направления наши образовательные учреждения и здравоохранения Это основное то, что у нас по нацпроектам проходит Конечно, хотя у нас по демографии очень хорошие есть предпосылки У нас есть предпосылки под аварийным жильем Вот это надо не упустить Потому что эти суммы вообще еще не распределялись Здесь надо активно участвовать То есть здесь, естественно, сейчас очень важно Чтобы не упущено было вот это время Понятно, что в январе декада пропадает Ну, да, еще скатровое решение принять Чтобы не место сразу включения на работу Да, да, скатровое решение, конечно, да Чтобы было кому заниматься всеми этими делами